здравствуйте мои подписчики и гости канала сегодня представляю вам отзыв и обзор книги найти идею гендриха альтшулера введение в трис в теорию решения и изобретательских задач альтшулер это советский инженер и изобретатель на его счету более сотни различных изобретений его судьба такая же наверное судьба как у многих людей которым запрещали по каким-то причинам допустим работать в профессии он начинал работать изобретателем потом в какой-то момент ему запретили это делать и он чтобы как-то выживать начал писать фантастические рассказы и публиковать их под до фамилии альтов и таким образом написанием рассказов он как-то жил и параллельно он развивал свою теорию решения изобретательских задач которая тогда еще не имела такого названия но он на продвигался упорно к достижению этой цели он проанализировал более десяти тысяч изобретений авторских авторских свидетельств которые были выданы в ссср и нашел закономерности также он построил систему поиска новых решений и изложил их в вот в такой книге это эта книга уже не первое издание одно из первых изданий вышло скажем так в таком формате для инженеров где-то наверно в середине 70-х годов первая версия это было не в неполноценная книга алгоритм решения изобретательских задач и далее он до самой смерти развивал свою теорию что альтшуллер хотел найти он хотел найти стройную теорию которая позволит от идеи перейти к готовому изобретению перейти от теории к практике и в этой книге он описывает во-первых случаи со своих семинаров которые он проводил в научно-исследовательских институтах на производстве обучай действующих инженеров чтобы подойти он одновременно и обучал этих инженеров пользоваться своей новой теории решения изобретательских задач и одновременно он видя какие трудности возникают у этих инженеров он находил новое решение чтобы улучшить свою теорию или упростить ее применение и благодаря этому он развивал параллельно теорию решения изобретательских задач трис и алгоритм решения изобретательских задач арис который был более простым для более простых задач и для более простых технических решений которые можно было решать по алгоритму и о чем что еще написано описывается в этой книге здесь дается скажем так я бы я не сказал что издается полностью теория 3 теория решения изобретательских задач но здесь дается это скорее мотивирующие для того чтобы человек заинтересовался и начал движение по направлению к изучению этой теории к сожалению в россии в россии я не знаю в каких областях сейчас применяется 3 из напрямую напрямую мне кажется что сейчас 3 ушла больше именно в теорию то есть в обучение 3 из не в применении 3 из на практике а в обучении 3 из и в специальной школы 3 из которые скорее заняты но опять же по моему мнению заняты тем что они готовят специалистов по 3 из но потом эти специалисты по 3 из не могут найти себе реальную работу и решать реальные задачи они идут дальше и получают скажем так образование учителя 3 из то есть школы 3 из учит учителей 3 из чтобы они потом дальше преподавали в школе 3 из единственное что я могу вспомнить это южная корея в samsung это теорию взяли на вооружение также как и другие теории кайдзен бережливое производство и так далее то есть одна из теорий которые используются в самсунге это 3 из вот видно что по их продукции что они используют теорию видно что по компании успешно компания выпускает востребованный продукт ну и это видео записывается на смартфон самсунга собственно то есть на западном на западе почему-то это прижилось но в каком-то может быть и ограниченном виде но прижилось они как-то смогли это переработать переосмыслить и примените для своих целей но у нас почему-то я встречал это только лишь вот в виде обучения но возвращаясь обратно к книге что здесь понравилось это задачи самого начала автор дает задачи он дает задачу и говорит что вот так эту задачу решали на его семинарах напомню что семинары проходили там допустим во второй половине семидесятых начале половины 80-х годов и он говорит а попробуйте решить эту задачу самостоятельно и дальше он забывает про эту задачу на там на добрую сотню страниц а то и больше и потом говорит а вот вы помните вот на той странице у нас была задача вот такое решение я предлагаю такое решение дальше он критикует приводит такой пример что к нему посту к нему его его пригласили читать лекцию провести семинар патриса на заводе которые производят стекло по моему не помню сейчас точно у них была такая задача что когда стекло выходит на охлаждение то очень часто она разбивается или так коробится или выходит после охлаждения и она разбивается как сделать чтобы не не билась что металлические ролики при взаимодействии с металлическими роликами стекло трескается и он не стал отвечать на на этот запрос он говорит что там это 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 решение там он уже его придумал и ему не интересно читать этот семинар и тут к нему приезжает один человек из с этого завода домой ну или в его на его рабочее место не помню сейчас и говорит ну вот как же у нас есть задача вот смотрите вам писали письмо вот посмотрите а альшулер там буквально за одну минуту и говорит ему способ решения что нужно взять ролики уменьшить до самых маленьких частей раз у вас стекло идет по роликам а какой самый маленький ролик это атом а у кого самый маленький атом из металлов это олов или свинец свинец такси токсичен значит налейте в ванну олова расплавленные пускай стекло по нему скользит этот человек который пришел к нему начал что-то возражать ну альшури сказал тогда но тогда я вам ничем помочь не могу и они расстались а проблема осталась на на этом заводе а через 7 лет этот оловянный способ запатентовала английская фирма или американская фирма причем запатентовал его по всему миру включая ссср и кто-то опять из этого завода приходит к альшулеру и говорит ну помогите нам как нам вот этот способ теперь вот чтобы нам за патент не платить а альшулер им руками разводят я вам этот способ еще 7 лет назад предлагал учебу теперь хотите теперь его надо внедрять и он еще приводит пример с рудниками что есть барабанные дробилки где накапливается много пыли то навешивают цепи цепи замедляют скорость дробления там еще что но очень такая вот ситуация что чтобы улучшить качество нужно уменьшить цепь чтобы улучшить уменьшить плене нужно увеличить цепи и он говорит что решение должно быть за пределами цепи нужно полностью перестроить этого даже возможно отказаться от этого оборудования и вот так вот такими примерами он приводит в книге не буду сейчас полностью это все рассказывать это интересно также я рекомендую вам пройти курс легкая трис для сильного мышления как а ссылку на нее я оставлю в описании курс позволяет вам структурировать ваше знание о теории решения изобретательских задач и помогает действительно сдвинуть скажем так мышление с мертвой точки посмотреть на проблему с другой стороны но возвращаясь к книге к книге есть приложение которое содержит список эффектов достаточно таблица выбора приемов устранения технических противоречий она достаточно объемная здесь по вертикали и по горизонтали есть столбцы и он допустим столбец 1 вес подвижного объекта и строка 1 столбец 1 название совпадают соответственно на пересечении будет пустой квадрат а дальше мы смотрим допустим длина подвижного объекта и вес подвижного объекта если нам необходимо работать с этими двумя ограничениями то мы выбираем решение под номерами 8 15 29 34 есть так по по специально по по специальному алгоритму или по специальной таблице то есть даже продумано было как использовать упростить решение технических противоречий и сведено это все вот в такую таблицу конечно это не помогает решать абсолютно все задачи но большинство задач сокращаются очень сильно для до до вот таких уровней как я понял в теории решения изобретательских задач самое важное найти техническое противоречие например объект должен быть одновременно большим и одновременно маленьким или объект должен быть одновременно легким и одновременно тяжелым и так далее и тогда уже решать на стыке этого противоречия решать находить решение ну или хотя бы постараться найти решение использовать алгоритм решения изобретательских задач и возвращаясь обратно к самому генри хуальтшулеру то с чего я начинал это видео когда ему запретили работать инженером и он сформулировал это как а нужно было зарабатывать деньги чтобы на что-то жить и он сформулировал это техническое противоречие как нужно работать нельзя работать и решая это технике это это жизненное противоречие он нашел это в написании фильеттонов и рассказов фантастических и публикации под псевдонимом спасибо за внимание я закончил отзыв и обзор книги генриха альтшулера найти идею которая рассказывает о теории решения изобретательских задач также я рекомендую вам курс легкая 3 за для сильного мышления ссылка на нее на него я оставлю в описании а благодарю вас за внимание подписывайтесь на канал ставьте кулак колокольчик и все уведомления на колокольчики всего вам доброго и до новых встреч